Наши краски сумрачные какие-то. А еще краски сумрачные, как у Питер такие краски. Так, всем привет. Мы тут сегодня на такой полянке, где есть всякая питерская тема в такой миниатюрке. Так, что у нас? Метро Горьковская. Метро Горьковская, да. Вон у нас там Исакий. Растральные Каонны. Что у нас еще? Так, что, всем привет. Я, собственно, все к чему. Мы с Масей летим отдыхать в Доминикану. Это будет в четверг, поздно ночью с четверга на пятницу, а в четверг с утра мы будем в Москве. И поэтому, если кто-то хочет с нами встретиться, то мы, наверное, где-то в району часа двенадцати будем на метро Смоленское. Смоленское, по-моему. А, Смоленское, да. Короче, вам виднее. И будем там у наших друзей в клинике. И, соответственно, пишите, если кому-то хочется встретиться, можем рядышком где-то тоже увидеться и поболтать. Так, это где? Почему такое все маленькое? Почему такое все маленькое? Сейчас пойдем ближе показывать, что у нас там есть. Пойдем. Пойдем. Сейчас надо только на меня перекинуть камеру. Опа. 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 Так. Связь. Связь у нас вроде есть. Даже хорошая. Даже хорошая. Да, 4G. Всем привет. Всем привет. Так, салюты с Форида. О, Форида, да. Там, наверное, у вас со временем тепло. Да, ну, чтобы кофею грейм. Или это миф? Может быть, там хорошо, где нас нет, да? Да. Да. По крайней мере, в Санкт-Петербурге... Как похудеть? Поднять задницу и начать активно двигать. Самый удачный вариант. Пиво вреднее, коньяка. В небольшом количестве все напитки внесут больше пользы, чем вреда. Но, к сожалению, русские люди не знают, что такое небольшое количество. Что с пальчиком, можно сказать? Что с пальчиком? Пальчик воспалился у нас. И теперь он, собственно, у нас побаливает. Да. Так, Сашенька, Масечка, вы такие позитивные, открытые люди смотреть. Вас одно удовольствие. Спасибо, Карина. Да, привет, Смагатана. Сколько спим? Ой, спим мы много. Спим мы, наверное. Сколько мы спим, Масек? Часов, наверное, 8-9, да? Так, такие растральные колонны у нас здесь. Это вроде военно-морской музей. Стыдно мне, я сам не особо все знаю. Так. Мася, я выгляжу как педик без обид. Да? Ну, так бывает. Получше выглядеть как, чем быть. Да? Когда в США? Вопрос хороший. Мы думаем об этом, но однозначно не в этом году. В следующем году мы еще не планировали, а мы обычно наш год планируем в декабре под елкой. Вот. И однозначно это будем делать. Бутсо поднимает, сахар в крови? Нет, не поднимает. И более того, несколько даже снижает, как показывает опыт. Собственно, вот так вот. Во. Такие у нас здесь миниатюрочки. Так, привет из Калифорнии. Блин, классно вам, ребята. Вам тоже огромный привет из нашего прохладного Питера. Связь только здесь, поэтому мерзнем и болтаем. Так, Саня, передать привет Псков. Передаю, сколько вы будете на Смоленке. А у нас несколько будет встреч. Слушай, я думаю, что часа три точно мы там будем. Часа три будем, да. У нас в 11.10 мы приезжаем на вокзал, потом мы оттуда... Едем туда? Нас забирают, да. Мы приезжаем туда, общаемся с друзьями, знакомимся с новыми друзьями. И потом... Саша, Мася, привет. Привет. Вот. И так, наверное, часик до 4-5. Так, что есть на ночь при сушке? Что есть на ночь при сушке? Лепесины. Кстати, сейчас пошла черника. Мода черника есть. Мы чернику едим. Очень прикольно. Привет, Сокамышина. И вам. Огромный. Вот. Да. Вот. Так. Я с Питера, где-то не знаю. Это на Горьковской. Здесь такой маленький миниатюрка есть. Я тоже с тобой сходил, не всегда замечал. А творог не? Творог, творог, творог. Ну, вся молочка задерживает воду так или иначе. Вот. В небольшом количестве, конечно, можно делать. Розовые сердечки. То, конечно, можно поесть и творога. Но, но лучше, чтобы Сашечки, я говорю. Хотя творога тоже чуть не нужно, да? Арахисовая паста? Хе-хе. Это вкусненько. Да. Вы еще расскажите про нутеллу. Вот любитель нутеллы. Да. Ты Зенсина или кто? А что вам опыт подсказывает? Ваш. Так, что-то мало вопросов так идет. Так. Король сатаны. Молодцом. Хорошо. Красивый комментарий. Выпендрился. Ну, чего? Мальчики, девочки? Все спят на мере? Или все замерзли где-нибудь? Да. Думаешь, спят? Да. А ну, пойдем кино смотреть. А, точно. Мы так и не посмотрели День из-за зависимости. Первый фильм, когда вышел, я был просто очень рад. Я не ожидал, что выйдет вторая часть. И очень-очень все классно. Красивый женал. Альсандр, спасибо. Как отметили праздник? Как мы отметили праздник? Хорошо отметили праздник. Хорошо отметили праздник, да. Хорошо погуляли. Где солнце? Солнце? Нету солнца. Солнце у нас, ну, видите, какое? Вот такое вот. То есть никакое. Не очень не хотите? Ну, уже билеты купили. Во-первых, купили билеты. Во-вторых, я не знаю. Нам первое часть еще понравилась. Посмотрим, что они во второй части сделали. Почему нету детей? Ну, потому что нам и так весело без них. В сентябре в Мюнхен, да. То ли 15-го, то ли 16-го у нас билеты куплены. Мы буквально на 2-3 дня. Привет, ты с Чикаго. Ого. Магадан, привет. Вот. И, соответственно, мы в Мюнхене будем на Октябрь-фесте, осветим этот фестиваль, попьем пиво. Хотя мы не очень любим, но мы едем с нашим другом, который большой-большой пивовар. Собственно, вот так вот. Так. За видео, за приседашки видишь тебя? А, Саша, характер и работают. Спасибо огромное. Когда в Финляндию, слушайте, ну, чтобы поехать в Финляндию, нужно понять зачем. Кто-то едет за продуктами, кому-то нравится погулять, а я, собственно, не очень люблю Европу, я люблю Карибы. Привет из Москвы. Вот. Слушай, у нас сегодня, смотри, Калифорния, кто еще? Чикаго. Кто-то еще был? Флорида, да? Смотри, нормально. Загар вреден. Настоящий загар в утреннее и вечернее время. Это классно. В дневное время не очень хорошо. Солярий вообще очень плохо. Кожа дистанчается, особенно у девчонок. Коллаген вылетает. Счастья желали. Да, собственно, вот так вот. О, коричневые теперь сердечки пошли. Розовенькие. А там был вопрос, когда мы в Рязань. Ребята, я понимаю, что вы вас хотите видеть в своих городах, но вы себе представляете, сколько стоит вообще путешествовать даже по России? Это стоит целую кучу денег. Мы, как Мишки Кокляева, поехали в Челябинск. Сколько нам это вышло? Что-то мы потратили за 4 дня 70 тысяч. 70, блин, тысяч. А что это значит, когда здесь фотоаппарат вылезает? А я не знаю, что это значит. Он все знает. Так, если в основном здесь поедем, дайте знать. Поверьте, дадим знать. Мы обязательно заранее сообщим в Перископе и не раз. Кстати, помните, что весь Перископ у меня уходит на лайв-канал. Лайв-канал Шпака. Это мой второй канал на Ютубе. А, фотка у вас. Это нас, оказывается, можно фоткать. Извините, мы вообще не продвинутые. Поняли. Отлично. Хорошо. Спасибо, мы теперь будем знать. Спасибо. Так, ну чего? Что у нас очень хорошего, Масяка? Что у нас хорошего? В отпуск очень хочется, очень-очень отдыхать. В отпуск очень хочется. Сегодня уже суббота осталось. Воскресенье, понедельник, вторник, среда. Четыре дня перекантоваться, оставить машину. Собрать чемодан. Собрать чемодан. Соберем Сашкину трусики. Пол чемодана, займу твои трусики. Всего пол чемодана? Ну, потом, Мася похудела, да. Стараюсь. Да. Какие позитивные люди пишут. Да. Правда, он не знает, что такое будет. Но ничего, он зато слушал такое слово. Да. И явно думает, что надо. Привет. Привет. Так, сколько дней будем отдыхать? Меньше, чем хотелось бы. Хотелось бы всю жизнь отдыхать будем 16 дней. 16 дней у нас будет такого отдыха. Наш любимый корейский бассейн, белый песочек. Правда, не тот отель, где мы чувствуем себя прямо как дома. Но посмотрим. Это новый отель. Мы на Гориковской. И будем проверять, что хорошего в новом отеле. На самом деле, они все дружелюбные. А когда с ними болтаешь на испанском, они тебя сразу воспринимают вообще своим. И у тебя становится все очень-очень... Спрашивают, как же делаешь? Да. Очень часто. Да, и такое кардио тоже делаю. И даже в зале делаю иногда. Саша, когда присесть 110 на 50? Знаете, у меня проблемы с 50, потому что я сутую. Мне что 80 тяжело, что 100 было тяжело, ужасно. Мне проще 150 раз на 30 присесть. Могу быть так. Знаю ли испанский? Ну, знаю. Это сильно сказано. Чуть больше тысячи слов знаю. Но, в общем, могу сказать все, что мне надо. То есть, выпросить меня в любой точке, где говорят на испанском, и я смогу добраться, куда мне надо. То есть, что я хочу купить, что я ем, что не нравится. Короче, необходимый минимум. Вот. Собственно, вот так вот. Зачем хорошо глаза на ютубе есть ответ на этот вопрос. Многие люди отвечают, спасибо, а то знают, что по вопросу. Так, не могу поправиться. Поправиться в смысле. Вот счастливчик. Можно набрать вес. Есть такие люди, но здесь нужно туда идти медленным путем, вылечить свои физические показатели, чётко следить за коварийностью, пить больше воды, как вариант. То есть, просто у людей, которые не могут поправиться, они еще очень не сидят за водой. То есть, если у вас 2 литра в день, добавляйте до 3, а потом добавляйте до 3,5. Я не этого не. Ты кто такой? Кто я такой? Как убрать воду из организма? Как убрать лишнюю воду из организма? Все совершенно просто. Чтобы убрать лишнюю воду из организма, нужно убрать соль. Многие, когда начинают есть, я это часто вижу у девчонок летом, они приходят в столовую, такая, ой, я сейчас худею, и начинают есть какой-нибудь капустный салатик. Капустный салатик, блин, соленый такой, что с него убиться можно. Она еще берет квашеные капустки, а потом еще каких-нибудь кабачков пересоленных, и удивляются, что у нее что-то вес никуда не уходит. Меня тут спросили, есть ли у меня тату, у меня нет тату, кроме перманентного макияжа. Я против тату, на девочках не должны быть тату. Это мое мнение. Так, что с зубами? Мастер, что это за зубами? С моими зубами? А у кого? У меня зубами? А что я называю? Я не знаю, у меня вроде все хорошо. Ой, ну что себе, как заморочился-то написал. Так у него никнейм такой же замороченный. Как убрать живот? Ну, надо помнить, что живот это в первую очередь диафрагма, а во вторую очередь это уже жировое отложение. А в третью очередь это проблема с пояснично-корестцовым отделом, то есть он у вас неподвижный, из-за этого нарастает живот и бока. Ну, а дальше, соответственно, двигаться, двигаться, двигаться. Живот, вирус на животе нельзя убрать из ничего. Что у нас с губами у двоих? Короче, изначально с губами было у меня. Это вирус такой. Я ее целую, а у нее, короче, тоже начинает раздуваться. Как написал тут один умник, это ботокс. Так, шок, что с вашей внешностью? Ну, шок, это ведь хорошо. Когда вы шокируетесь, вы начинаете хоть выходить из матрицы бытия и как-то иначе относиться к вещам. Правда, обычно у людей сразу неприятие и агрессия. Но ничего, зато потом все становятся шпаколюбыми. Так, ну, Мася, два гидрогея. А, это мои? Ну, хорошо, ладно. Я-то гей 100%. Саня, щеки тоже силикон? Здрасте, а что это щеки должны быть силикон? Там вон ямки, между прочим. Так. Ваше фото есть со шнура в твиттере. Прикольно, но так он же питерский парень. Так что, в общем, заочно я, наверное, знаком почти со всеми в нашей стране. Они со мной точно. Так, ты гей? Да, конечно, как видите. Конечно. Это мой муж. Здравствуй, муж. Здравствуй, жена. Какой фильм из последних вам понравился? А чем вы смотрели последний? Ну, когда вы вообще были в кино? Мы что-то смотрели, я уже не помню. А, этого. Ну, Warcraft. А, да. Не знаю, многие говорят, что не понравится. А, я люблю сказочные рисованные миры, было прикольненько. Как найти вас на YouTube, ох, вы поверьте. Забиваете Саше шпак и сразу увидите меня. Подписчиков не так и много, 28 тысяч, зато все отличные. Вот. Зуботочины или сами по себе клыки? Нет, это сделано пломбировочным материалом. Мои зубы полностью сохранены, законсервировались, с ней в порядке. А потом, хороший дяденька, сделал красивые зубки. Так, Саша, в обоих ботах скалово морщины не видно. Морщины уже видны, как вы видите. Вот, потому что это было 4 месяца назад. А у меня отходит он как раз где-то месяца за 3-3,5. Вот, собственно, так. Какой объем бицепс ценен? Какой? 47-48 в зависимости от чего дела. Я сейчас больше занимаюсь ногами и задницей. Собственно, вот так вот. Майка крутая, спасибо. Да. А у нас просто еще минут 10 до фильма. Связь, правда, там нифига не работает, поэтому мы опять мы болтаем и будем уходить. Я надеюсь, что у нас должно быть со связью в Доминикане все хорошо. И мы вам будем прям из Доминиканы, солнцем, любовь. А знаете, почему у нас будет со связью все хорошо? Если будет хорошо, потому что эта связь стоит 15 долларов в сутки. 15 долларов в сутки стоит долго на интернет. Ну, собственно, вот так. То есть на 15 дней мы заплатим 300 баксов только, чтобы нормально перекидывать информацию, свои видео и общаться с вами в перископе. Вот, собственно, вот так вот. Нас рады видеть. И мы рады показываться. Вы встречаетесь? Нет, мы просто не расстаемся, поэтому мы не успеваем встречаться. Как с тобой списаться по поводу питания? Со мной никак. У меня есть администратор Евгений Хайтович. Вы пишете ему, он с вами обговаривает объем ваших требований и, соответственно, направляет вас ко мне на консультацию уже либо в скайпе, либо в ватсапе. То есть, собственно, вот так вот. Спрашивают про мой рост и вес. Маску сегодня с утра зависели на 63 килограмма. Наела. Сталия 61,5. По попе 96, по груди 95. А мы не ботекс колем, мы колем Диспорт. Мне Диспорт больше нравится. Он тоже держится. Ну, пожалуйста, мы в Старбакс на моряком и за моряком и дуни как-то варит. Не знаю. Не доросли мы еще. Но зато мы полностью свободны от всяких... А в ВКонтакте у Саши есть, послушайте, там написано прямо на страничке запись на консультации, поэтому пишите прямо туда и там все ссылки. Этим я обычно занимаюсь по вечерам в выходные или по будням, вот. Хотя по выходным пытаюсь все это выкидывать на выходные. Представляете, многие со мной консультируются по питанию, они консультируются по вопросу психологии, сна. А некоторые платят деньги за то, чтобы спросить, Саня, ты зачем с собой такое сделал? Ну, собственно, за ваши... За ваши деньги, любые капризы. Просто это аналог ботокса, просто другой производитель. И, я не знаю, мне очень нравится, я уже давно перешла. Ну, а так ботокс, американцы, диспорт, французы. Вот, в общем, вся разница. А так одно и то же. Так. Ты бы хотел тоннели? Не, не хотел. Не, а. Саш, не холодно? Маск это в курточке холодно немножечко, но у нас еще 3 минутки. А мы прижимаемся друг к другу, и тут тепленько нам. Так это маски все время холодно. А, 172 рост у меня. Северный парень. 172? Да. Значит, я думал, что у тебя 75. Не. Модель ты у меня не модель? Не, я не модель. Правильно. А объем попы? Объем попы? У Маси 96. По груди тоже 95-96. А баталия 61,5. Так что у нее разница в 34 сантиметра. Это круто. А у меня, между прочим, всего разница в 32 сантиметра. Я все пытаюсь добиться 35, и как-то долго у меня этот процесс происходит. Туго. Капец, что с вами случилось? Что с нами случилось? Так. Короче, по ходу, ты мне подруга. Подруга? Подруга. Нет. Я друг. Все хуже. Я друг. Друг. Это она мне подруга. Даже в ЗАГСе так написали. Друг. Ой. Какие гадости правовые его пишут. Да. Да. Почему организм так нуждается? Соли, без соли еда не идет. Нет. Это моя испорченность. С детства у нас начинают пичкать с сладкой водой, соленой едой. Я ужасы вижу. Два года, какашка. Девочки там полтора-два года, она ревет с тем, что она не хочет пить обычную воду. Купи, мама мне этой, как же там вода называется, не бунакова, а карачи с малиновым вкусом. Она говорит, мама, у меня только такую воду пьет. Спрашивается, кто я, блин, к этому приучил. Так вот, люди, вы едите соленый, едите сладко, и это вызывает только еще большее привыкание и жажду этого. Продукты начинают иметь совершенно другой вкус, когда вы убираете всю соль оттуда. Да, я скажу там по поводу, почему изменил внешность в интервью, смотрите, и как правильно приседать. Там тоже целая куча роликов, где Саша рассказывает как правильно приседать. Я тренирую в основном девочек, 80-85% моей подопечных девчонки, и, собственно, попа это самое то, что мы обычно тренируем. Санкт-Петербург, какая попа. Каникулы в Тае Булут, не знаю, это к Диме Клокову, но, собственно, мы с Димкой что-то так и практически не общались. Со Славой общаемся, с Настей Шарко общаемся, с Мироновичем вообще постоянно. Тут скоро будем смотреть видео на днях, если говорю. Вот, так что вот так вот. Кто тебя создал такую? Такую красивую? Мася? Да создает. Так, хорошо вам отдохнуть, все, спасибо вам. Город Санкт-Петербург. Так. С юмором. Соль можно заменить своим соусом? Вы думаете, что от того, в каком варианте будет соль, она перестанет быть солью? Некоторые говорят, Саша, а я ем не обычную соль, а красную соль. Она вот менее соленая? Нет, ребята? После родов девочку консультируешь? Да, консультирую, постоянно. Кто-то приходит уже через три недели, кому-то еще что-то. На самом деле надо понять, кормите, не кормите, как изменился гормональный фон. Ну, короче, целая куча вещей, которые нужно обсуждать. Это уже все равно все перестанет. Не, мы не хотим животное заводить, потому что у нас бывает, мы крайне редко бываем дома, а кого-то заводить и он останется дома, будет грустно без нас. Не, ничего будет. Ну что, пойдем в сторону нашего кинотеатра. Сейчас посмотрим, если будет пропадать связь, значит тоже будем заканчивать перископ. Так, Zoom 01, Саша и Мася, вы лучшие. Спасибо. Вот, спасибо за консультацию, пожалуйста. Так, здравствуйте. О, кто-то подоспел к концу нашей трансляции. Но ничего, вы не беспокойтесь, еще минуты три, мы на связи. Так, вы популярные? Моя внешность уже на самом деле около 9 лет, почти 10. Мася сказала, что она хочет изменить общее отношение людей ко мне, потому что мои друзья знают, какой я хороший человек, а остальные меня не знают и, соответственно, относятся неправильно. Поэтому она сказала, будешь мне популярным, чтобы все знали, какой ты у меня хороший. Вот, собственно, вот так вот. Грумма в Инстаграме, я не знаю, что такое грумма. Какие планы на день? Сейчас смотрим кино, потом заезжаем на Сыпный рынок тут рядышком, выпиваем свежевыжатых соков литр, покупаем мясечко, едем домой делать вкусный супчик и, наверное, будем валяться, а вечером, может быть, пойдем гулять по своему району. Собственно, вот такие планы у нас. А завтра с утра поедем тренироваться. Лучше сначала высушиться, потом набирать, или наоборот? Если вы девушка, то вообще вопрос о наборе не очень правильный. Конечно, лучше с самого начала убирать лишнюю жировую ткань и потихонечку тренироваться. Появятся мышцы, потом уже будете работать над мелочами. Собственно, вот так вот. Показать девушку. У меня нет девушки, что вы меня палите, у меня жена есть. Сколько вам лет, какая у вас разница? Мальчики 16, мне 18. Соответственно, разница у нас вот такая. Какой у меня рост и вес? Вес мой скинулся на 10 килограмм, сейчас я вешу 113-112 сегодня утром было. Вот, рост 182. Вот так вот. Так, все. Александр, в чем вы преуспели, по вашему мнению? Врешение геморроев, которые я сам себе создаю. Наверное, вот в этом. Все, мальчики, девочки, хороших всех выходных. Мы были рады вас видеть. Шпакалюбые, огромное спасибо. Хейтеры, и вам тоже спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok